Всем привет, всем доброе утро. Слушайте, у меня такая аллергия страшная пошла. Одела цепочку. И понеслась, родная. Эта цепочка у меня здесь висела и перетиралась ремнём от машины. Как раз с этой стороны вот он вот так вот идёт, и всё, и никак не может остановиться. Ужас вообще. Ну что, у нас опять отключили электричество, у нас опять там ищут что-то, что отвалилось. Здесь не до конца вроде сделали, поэтому страдаем дальше. Страдай! Мы сейчас с маму леком уезжаем по делам. Но ненадолго так, буквально на полтора часа. И всё. Так, не хулиганьте тут без нас. Постарайся. Сейчас поедем съездим и вернёмся. Мы ненадолго. Смотрите, какой тракторёнок Кузька. Самое интересное, что это Ниссан. У него даже сзади на попе это написано. Ниссан. На гусеницах серьёзная вещица, однако. Интересно, работает? Наверное, да. Клёвый. Такой малыш. Ося, 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 Ося. Ося, Ося. Что такое? Ты мяско учуяла? Пойдёшь, занимаешься? Всем привет. Смотрите, папа поставил стеллажи дополнительные. Ну, всё. Теперь у нас тут будет так классно. Теперь можно будет разобрать половину хлама, который у нас валяется сзади меня. Вот. Даже камеру туда поворачивать не хочу. Вот. Там всё страшно. Плюс мы купили ящики ещё специально под мелкие всякие вещи, чтобы они не валялись вот так вот, так сказать, на полках и не вываливались за борта. Тоже поставим. Всё в них положим. Будет очень хорошо, очень удобно и красиво. У папы сегодня день рождения, так что мы его сегодня будем поздравлять. У нас сегодня обязательно будут шашлыки. Димка уже там замариновал мясо, замариновал свиную шею, замариновал филе бедра курицы. И чуть ближе к вечеру, наверное, где-нибудь после обеда будем жарить. С салатиками, с овощами, со всеми делами. Будет очень классно. Вот. Я сегодня косу заплела такую свободную. Ой, сегодня жара. У нас сегодня градусы, наверное, 27-28, судя по ощущениям. Мне так кажется, по крайней мере. Вот. И солнце печёт. Прямо обалдеть. Кататься едешь? Да. Ну давай. Чё это взлетающий пауз? Не знаю. Вот такой вот. Это пушок. Ой, пушок. А это кузнечик внизу сидит. Кузнечик с ним не полный. Ну давай покатайся, только не очень долго, ладно? А если никого не найдешь? Если никого не найдёшь, приезжай домой, ладно? А где? Давай. Я пошла пока. Давай, давай. Я пока поехала. Поехала. Давай, пока. Пока. Ну, к сожалению, видите, мы... Пока-пока. Чё такое? Чё такое? Давай. Давай. Видите как, мы остаёмся здесь до упора, до конца, так сказать, прям до конца лета. А детки, к сожалению, до сих пор уезжают раньше, даже в условиях того, что закупать, в общем-то, можно всё и здесь. Но всё равно, то ли по привычке, то ли из-за надобности, может быть, родители работают или что-то. Вот, и дети уезжают. Мы тут остаёмся. Машка остаётся одна. Ну ладно, не страшно. Она очень быстро друзей заводит, так что есть ещё дети здесь, кто остался. Поэтому не страшно. Сейчас кого-нибудь найдёт на детской площадке и всё. И опять будут гулять с нашими лесными. О! Деревья так и стоят эти огрызочки. Но зато теперь проводов ничего не касается. Вот эти деревья, которые постоянно касались проводов и до сих пор пытаются понять, от чего произошёл обрыв. Ну, из-за деревьев, только где, непонятно. Вот наш шашлычок. Здесь свиной. Кто? Курочка. Кетчупов купил, да? Да. Спасибо большое. А вот и наш именинник. С кетчупом. С кетчупом, да, именинник с кетчупом. А дрожение было, да, я так смотрю? Нет. Жалко. Надо купить. Он меня так посмотрел, будто я для самого опашу. Господи. Дрожжей сухих обычных нету, чтобы хлеб печь. А то у нас вон тут огрызочек остался уже один. И всё, с орешками тут хлебушек. Так, ладно, пошла я попью кофе. Почитаю книжечку. Я уже, видите, где дальше середина ушла. Классная, мне нравятся такие интриги. Какая красота стала вообще. Слушай, супер. Папа покрасил стены. Клёво. Антисептик-пропитка. Ой, как классно получилось. Молодец. Что ты? Миша такой, папа. Да, у меня папа-то, ты что? У меня папа самый лучший. Что ты? На место. Потому что здесь у нас уже такие заросли. Пора косить. Вот, сейчас взяла с собой киянку. Взяла эти колышки. И заново придётся сейчас проложить всё это дело. Ну ладно. У ребёнка новая мания. Теперь она у нас по деревьям лазает. Там дикое жало. Да ладно, серьёзно? Деревья. Ну, так и давай. Рыли. Рыли, давай рыли. Так. Что вы там рыли? Рыли. Так ты ноги-то на ветки ставь. Поближе к ноге. Только аккуратно. Так стараюсь. А то ты у нас уже спину повредила один раз, да? И хорэ. И хорэ. Вот именно, что хорэ. Так. Да. Вот, короче, забралась. Да? Ты похожа на таракана, Маш. Да? Ты похожа на таракана. Почему? Не знаю, почему, Маш. Почему ты на таракана похожа немножко? Дергись. Ты что, прыгаешь, что ли? Ну, не прыгаю, а спускай. Вот именно. Всю, блин, землянику потоптала. Но... Сори. Рыли и сори. Два слова, да, у нас теперь? Сориан. Сориан ещё, да? О, господи, ужас какой. Сандриан. Ужас вообще. Пойдём посмотрим, что происходит в сарае у нас. Я там немножечко переставила. Вот эти вот пластиковые наши ящики, которые стояли на втором этаже под машинными игрушками, я их решила перетащить сюда и сделать их овощными. Здесь будет лежать, уже лежит, собственно, картошка, морковка, лучок, капуста. Ну, короче, овощи всякие, потому что это же дача. И тут в магазин так часто, наверное, как в городе не походишь, да и незачем. Вот. И мы решили устроить тут склад. Я решила. С овощами. Пусть тут будет запас там. Картошка. Здесь же прохладно ночью, как раз. И осенью здесь будет прохладно. Всё равно дома это всё хранить негде. Здесь, мне кажется, будет в самый раз. Вот. И теперь я вам могу наконец показать, что у нас в сарае происходит. Смотрите. Так. Здесь у нас папина резина. Наша резина находится у Димкиных родителей в гараже. Здесь запасные два газовых баллона. Наши сапоги для походов за грибами. Здесь, по-моему, это соковыжималка, если я не ошибаюсь. Может быть, ошибаюсь. Не знаю. Стремянка. Матрас от подвесных качелей. Кокона. И поехали. Смотрите, какая красота. Может быть, кому-то покажется, что здесь отсутствует какая-либо организация. Но на самом деле это не так. Здесь всё отсортировано. Где, что, чего и когда. Вот здесь вот две полки отданы. Ну, не полностью, да. Но подо всякие вот такие вещи. Типа там запас туалетной бумаги тоже для дома. Вот. Помидорки, которые собирали из парника. Вот. Ну и дальше пошли чисто ремонтные штуковины. Вот. Здесь у нас склад техники. Здесь пока ещё отгорожено. Там у нас стоял туалет временный. И здесь вот с этой стороны я знаю, что мама хотела занять садовыми делами. Всякими садовыми инструментами. Всякими секаторами. Вот там горшочки всевозможные стоят. Вот она хотела этим занять здесь. Но я думаю, что она ещё здесь разберётся, скорее всего, когда можно будет сюда подойти. Пока, вы видите, у нас тут и косилки, и всё на свете. Но уже более-менее сарай выглядит так, как должен выглядеть. О, ящик, кстати, сюда принесли. Со всеми проводами. Стол. Вот этот стол шикарный. Black & Decker. Этим столом всё пользовался. Тот, кто у нас ремонт в ванной делал, ему так нравилось. Ну вот. Уже лучше намного, чем было. Да у нас было в сарае вообще не протолкнуться в старом. В новом тоже пока вот не разобрали здесь. Пока не поставили ещё два стеллажа дополнительных. Хотели ещё стеллаж поставить, но я против, папа против. Потому что резину-то тогда куда девать? Если будет ещё один стеллаж. Мне кажется, это лишнее уже. Тут как раз вот под такие вот габаритные вещи остаётся место. И с той стороны тоже есть место под габаритные вещи. Там косилка стоит у нас. Ну, за поворотом. Вот так. Димка тут кашеварит. Ва, это курочка. В нашем любимом маринаде в классическом. И свинина. Свиная шейка. Хлебушек намазанный майонезом. Только я смотрю, Димка тут переборщил. Но, ладно, не суть. Я думаю, будет так вкусно. Вот. Мангал уже разогрет. У многих сейчас, наверное, вопрос, что именно мы дарим папе. Мы дарим папе общий подарок. Это мангал. Большой, красивый. С крышей. С местом для казана. С урной. Ну, в общем, то, что как раз мы с мамой ездили вчера и выбирали, нашли именно тот, который папа видел на другой даче в садовом центре. И он им очень понравился. И, в общем, мы именно его и нашли. Короче, именно его мы и заказали. Привезут, правда, к сожалению, только завтра, потому что его изготавливают. Мы вообще здесь у нас в округе нашли место. Прям цех. Мы были в цеху, где их делают, сваривают, где их красят. В общем, там полный склад этих всяких разных моделей этих мангалов. И с этого склада, к нашему удивлению, поставляют мангалы в Леруа, в Ашан, в Твой дом. Мы хотели съездить в эти гипермаркеты, чтобы подобрать папе какой-нибудь хороший мангал. И оказалось так, что мы просто наткнулись на склад фирмы, которая им поставляет это дело. Вот. И заказали дешевле, конечно, чем в Леруа, в Ашане и вообще. Прям напрямую. Так что и доставка у них бесплатная. В общем, все очень удобно получилось. Ребята, мы тут были в магазине, когда с мамой последний раз заходили в фермерский магазин. Там мясо всякое продавалось. И в том числе мама купила вот такую вот говядину. Говядина холодного копчения называлась. Я сейчас просто от нее в восторге. Я уже несколько вот таких листов съела. Я так понимаю, она сырая, что ли, или полусырая. Ну, короче, на вкус она сырая. На вкус она как карпаччо из говядины. Я просто в восторге. Она солененькая, она перчоненькая. Это очень вкусно. Мы сейчас сделали из нее нарезочку такую тоненькую-тоненькую. И будет она у нас стоять на столе в папин день варенья. А самое главное, что она очень мягкая. Она не деревянная, она не жесткая. Шашлычок сегодня пересолили. А я, помнишь, это говорила, что пересолишь? Да? Как раз ровно на вот эту порцию я ее пересолил. Вот, я так и знал, да. О, свинина готова. Слушай, какая красивая. Попробуй кусочек. Не, горячо. Попробуй, попробуй. Горячо. Да, она ужасная. Ну, давай. Что, мягкая, да? Соленая. Хорошая, что ты говорила? Не соленая. Это с хлебушком покатит. Не соленая, нормально. А теперь вырубай камеру и честно. Честно. Не, правда, не соленая. И очень мягкая. Ну, что, отношу тогда? Не, не. Она еще не готова. В смысле? Я еще подогрею. На. Курец просто на горячую сторону. Ты смотри, она просто будет сухая, если ты подогреешь, может быть. А сейчас она прям сочная. Ну, тогда забирай, сейчас курица будет готова. Ладно. О, красота. Нет, правда, красота. Нормально? Мне кажется, переставлю. Нет. Тогда прям забирай в этот поднос целиком. Ок. Не знаю, хотите, складывайте поднос мяса. Да нет, я делаю в нашем промеже. Каждый себе в тарелку снимет. Все, забирайте. Шашлык. Ребят, запомните, куда камеру кладу, ладно? Ага. То я могу забыть. И это еще не весь шашлык сейчас. Еще порция шашлыка, только куриного придет. Это уже свининка тут. Ой, какой хоро. Очень сочная. Вкусный, обалдеть. Тебе шашлык дать, мама? Ты уже, я смотрю, только на него и смотришь, да? Прям удался, вот. Ну, слава богу. Ты попробовал, да? Да. Ой, именинник пробу снимал. Молодец, именинник. Представляешь? Купаться идет. Да ужас. Тебе выключить бассейн-то? Да, когда солнца нет. Правильно. Купается в холодный, кстати. А я загораю, когда солнце. И сколько же сейчас водичка? Ой, такая теплая, такая теплая, Дим. Вообще. Мама. Ну-ка. Ой, какая теплая. В смысле голова. Ты что, меня убить решил? Да нет, поэтому и предупреждаю. Я пойду тебя отключу в бассейн. Ого. Блин, 18 градусов вода. Купаться лезет. Ё-моё. Зараза, я хотела убрать скифер. Не смей. Не смей скифер. Облил меня с головы до ног. Уйди. Не вожусь с тобой. Не надо. Да папа твой меня облил. Ё-моё, блин. У меня вся спина теперь в этом. Папа тебя облил, да? А что спряталась за это-то? Карина Павловна, выходи к бассейну, а то встала за это и стоит. Да, вот и стою, ага. Облили. Облили. Сумасшедший. Снимай. Папа, тебе не холодно? Знаешь, на самом деле нет. Да нет. Вызгает на людей, ему не холодно. Наверное, жарко несет. Брр. Че, хорошо? Подходи ближе, не стесняйся. Хулиган. Подходи ближе, небось. Папа, ты иди туда. Я вся мокрая. Ты просила тебя брызгать. Вот и иди брызгайся. Ой, ты чего? Хвастатый. Давай, примите нам туалочку. Ага, столадушку сюда. Зачем? Чего? Чего? Продолжение следует... Продолжение следует...